День рождения радио День рождения радио В 2019 году у нас уже есть в планах еще два масштабных радиопроекта, которые будут выходить в эфире и радио «Дважды два», и радиостанции «Милицейская волна». Одним словом, планов на ближайшее и далекое радиобудущее у нас предостаточно. Надеюсь, что нам удастся их притворить в жизнь. Первая смена на радио начинается в 7 утра. Вплоть до 10 дня три радиоведущих в прямом эфире развлекают народ, спешащий на работу. Прямой эфир – это магия и высший пилотаж в профессии радиоведущего. У каждого свои способы подготовки к нему. Дыхательные упражнения, пение, скороговорки и многое другое. Но самое главное – это позитивный настрой. Направлено на то, чтобы человек, который, наверное, едет на работу, неважно где, чтобы получил, наверное, какую-то небольшую частичку какого-то хорошего настроения. Мы стараемся как-то дать позитив какой-то месте. Три часа с 7 до 10 вещаем. Разные какие-то находим истории. И стараемся их показать или, как сказать, рассказать о них народу. Ни одна радиостанция не может обойтись без музыки. После долгих поисков музыкального формата основу Ульяновского радио стали составлять молодежные композиции как отечественных, так и зарубежных исполнителей. Музыка дополняется качественными и достоверными новостями, которые выходят в эфир в начале каждого часа на три минуты раньше остальных. Секрет правильной подачи новостей знают опытные ведущие. На слух новости, опять же, радио воспринимаются сложнее, чем когда мы видим картинку и слышим текст. Соответственно, предложения должны быть короткими, четкими, емкими, меньше цифр, меньше, как ты говоришь, сложно сочиненных, сложно подчиненных, причастий, идеи причастий, каких-то вообще сложных, непонятных слов. Потому что сейчас очень много терминов. Мы стараемся находить расшифровку этого слова и давать понятные и доступные формы. Радио – это не только люди и голос в эфире на определенной волне, но также серьезная техническая составляющая. Это комната святая святых компаний. Здесь находится технический центр управления, с принципами работы которого мы сейчас и познакомимся. Управление всеми техническими ресурсами идет и серверный. Техник следит за подачей сигнала интернета, за правильными частотами работы радиовещания в селах. Режиссер монтажа здесь же занимается обработкой звука со студии и записью голоса на программы. Пробую сама записать голос на эфир. Прохожу 5-минутный инструктаж и иду в бой. В эфире «Дважды два новости». В студии Наталья Чумаченко. Здравствуйте. Пять автомобилей скорой помощи переданы учреждениям здравоохранения Ульяновской области. Торжественная церемония вручения ключей от транспортных средств состояла в Сенгелее с участием губернатора Сергея Морозова. Новые автомобили скорой медицинской помощи УАЗ класса «Б» направлены в Николаевскую, Новоспасскую, Павловскую, Теренгурскую и Чердоклинскую районные больницы. Машины оснащены самым современным оборудованием для оказания скорой и неотложной медицинской помощи, а также проведения реабилитационных мероприятий. Еще больше новостей региона на сайте меди73.ру. Получилось все с первого раза, благо есть хороший опыт работы на телевидении. Правда и здесь не обошлось без легкого волнения, которое я каждый раз испытываю, когда записываю голос на сюжет или программу. К слову о программах. Вечернее шоу Леры Волковой и программа Зуля Ахметовой «Один из нас» пользуются спросом среди слушателей из-за интересных социальных тем и колоритных гостей. Популярность радио объясняется еще и тем, что оно, как и телевидение, работает круглосуточно. Поэтому включить и послушать любимую композицию можно в любое время дня и ночи. Уже вечером наша съемочная группа попрощалась с радио, где все еще кипела жизнь. Побывав на радиостанции, я поняла, что атмосферой, которая есть на радио, нужно пропитаться. При этом обладать определенными знаниями и жизненным опытом, чтобы заинтересовать слушателя. Потому что дикции хорошим голосом сегодня никого не удивишь, нужна харизма. Субтитры создавал DimaTorzok